Желающих получить противокоронавирусную прививку в передвижных пунктах вакцинации в столице все меньше. Работающие здесь медики говорят, что спрашивают люди. В основном Pfizer, однако в наличии есть AstraZeneca и Coronavac. Люди, пришедшие на вакцинацию в один из таких пунктов, сегодня признались нам, думают прежде всего о своем здоровье, либо же просто хотят беспрепятственно уехать за кордон. Между тем, в мобильном пункте вакцинации в одном из пригородов столицы мы не застали сегодня ни одного желающего получить антиковидный препарат. Медработники из передвижного пункта вакцинации на проспекте Штефана Чалмари говорят, что с утра до полудня к ним подошли всего 32 человека. Не особо большой наплыв желающих вакцинироваться. Какие вакцины у вас доступны? AstraZeneca и Sinovac. Что больше предпочитают граждане? Больше AstraZeneca. Кто в основном приходит вакцинироваться? Молодые или люди в возрасте? Сегодня, как видите, больше молодежи. Люди, решившие провакцинироваться здесь, говорят, что делают это ради здоровья и для того, чтобы уехать за границу. Какую вакцину предпочитаете? Pfizer, AstraZeneca, неважно. Долго ждете? 10 минут. Почему все же решили вакцинироваться? Чтобы можно было свободно путешествовать. Для здоровья. А какую вакцину хотите? AstraZeneca, возможно. Посмотрим. Некоторые категорически не хотят прививаться имеющимися в наличии препаратами, а только Pfizer. Не предлагают. Говорят, уже нет в наличии. Когда будет тогда? Подождем. Вы пришли, чтобы вакцинироваться, и вам сказали, что Pfizer уже нет? Да, сказали, что Pfizer нет. Даже если в центре Кишинева люди все еще стоят в очереди на вакцинацию в передвижных пунктах, здесь, в Трушенах, с желающими привиться скудно. А медсестра из мобильного пункта вакцинации в Трушенах говорит, что за день они привили всего 33 человека. Многие категоричны в своем выборе. Только Pfizer и никакая вакцина более. На данный момент у нас есть в наличии AstraZeneca и Sinovac. Желающих немного. Приходят, спрашивают, чем прививают, ищут Pfizer. А у нас Pfizer нет. Где-то есть, слышали про Pfizer, что он лучше. Но это не так. Все вакцины хорошие, все одобрены. Мы, врачи, не делаем различия между ними. Местные жители, с которыми нам удалось пообщаться, признались, что либо уже получили желаемую прививку, либо ждут, пока желаемый препарат снова окажется в наличии. Здесь нет. А где? В поликлинику знакомых. Там вакцинировались. Вы не были на вакцинации? Нет. А почему? Ждем очереди в другом месте. Какую вакцину предпочитаете? Pfizer. Вы уже привились? А как же? Здесь? Нет, в поликлинике. Однако оказались и такие, которые категорически не готовы вакцинироваться. Не была еще, не подготовилась даже. То есть, как не подготовились? Мне боязно. Но если будет обязательно, думаю, пойдем. С момента запуска мобильных пунктов вакцинации против COVID-19, более 900 человек были привиты имеющимися в наличии препаратами, одобренными для нашей страны. При этом более 5,5 тысяч человек получили противокоронавирусную вакцину во время марафона, который проходил во Дворце Республики с 28 по 30 мая. Компания иммунизации населения началась у нас 2 марта. По состоянию на понедельник 31 мая в стране уже вакцинировано более 409 тысяч человек.